Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Утро вторника это крайний срок, когда в краны сочинцев вернется вода. Для этого на муниципальном предприятии сделали все возможное. Общественность Сочи встретилась с представителями Роснефти. Разговор шел о предстоящей геологоразведке шельфа Черного моря. Около 4 километров дороги отремонтируют в Нижнешиловском сельском округе. Новым покрытием отличится улица Нагуляна. Новая волна определила, кто и когда будет выступать. В Сочи прошла жеребьевка трех конкурсных дней фестиваля молодых исполнителей. Один миллиард рублей в следующем году выделят на ремонт и закупку медицинского оборудования в Краснодарском крае. Об этом сегодня губернатор Вениамин Кондратьев рассказал на совещании, которое провела министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Благодаря поддержке ведомства в прошлом году Кубань получила 73 машины скорой помощи больше всех остальных регионов. Модернизация системы здравоохранения края – одна из приоритетных задач, заявил Вениамин Кондратьев. И несмотря на бюджетные ограничения, на Кубани продолжат строительство офисов врачей общей практики. Вероника Скворцова, в свою очередь, отметила высокий уровень медицины в Краснодарском крае. Также, по ее словам, в регионе наблюдается рост ожидаемой продолжительности жизни. Известие о том, что Сочи Водоканал больше не будет поставлять питьевую воду сочинцам, заставило поволноваться едва ли не каждого. Первое, что беспокоит горожан, будет ли вода вообще в кране и кому в итоге за нее платить. А суть в том, что договор с предприятием поставщиком услуги расторгнут. И решение такое принял арбитражный суд Краснодарского края. Как это отразится на жизни города, узнаем из нашего следующего материала. Эта история более двух лет. Все это время администрация курорта пыталась разорвать коммерческие отношения с Сочи Водоканалом. Причина – некачественная работа этого предприятия. К примеру, только за прошлый год было зафиксировано более двух с половиной тысяч аварий на сетях. Постоянные порывы, серьезные аварии на водоводах, которые особенно в разгар, скажем, высокого курортного сезона приводят к тому, что не один десяток тысяч людей остается без воды. И это длиться постоянно. Привело нас к тому, что мы просто решили забрать свое имущество обратно. С решением арбитражного суда о немедленном расторжении договора с Сочи Водоканалом на предприятие представители муниципалитета пришли в пятницу утром. А уже вечером того же дня из разных концов центрального района стали поступать сообщения о перебоях с водоснабжением. Представители новой управляющей компании, которую назначил глава города, а именно МУП Водоканал, стали выяснять причину. Тогда, когда мы пришли на объекты эксплуатации, мы увидели то, что водозаборные сооружения города Сочи были частично остановлены, а именно из 12 озер, 10 озер были осушены, а два озера даже не подготовлены к приему воды. На сегодняшний день нами предприняты мероприятия, заполнены 10 озер, которые готовы принимать воду для пополнения подземного горизонта водозаборных сооружений на реке Сочи. Восстановить полноценное водоснабжение центральной части города планируют к вечеру 4 сентября. Именно столько времени необходимо, чтобы запитать подземные резервуары. Параллельно будут выяснять, почему Сочи Водоканал за день до расторжения договора прекратил подачу воды в озера. В других микрорайонах такая ситуация не может повториться, утверждают в Водоканале. Там другая система подготовки воды. Тем не менее, специалисты МУПа держат ситуацию под контролем, уверяют руководство Водоканала. Для этого есть и необходимые средства и ресурсы. В Сочи уже создана комиссия, которая оценит общее состояние водопроводных сетей и имущество канализационных станций. Важно понимать, что будет на балансе и за что браться в первую очередь. По словам первого вице-мэра курорта Муглины Чермита, износ системы составляет около 70%. Несмотря на возможные большие затраты на модернизацию водопроводно-канализационной системы, в администрации города обещают тарифы снизиться. Уже объявлено, что платить меньше на 10% горожане будут за водоснабжение, на 30% за канализование. Обещают упростить и процесс подключения к сетям новых абонентов. На эту услугу установят постоянный тариф. А вот квитанции, которые пришли к горожанам за август, где получателям числится некое общество с ограниченной ответственностью АБВК Сочи, оплачивать не советуют. Делать вот такие платежи, оплаты на эти счета, ну, достаточно опасно. То есть, в чем опасность? В один прекрасный момент может выясниться, что Сочи водоканала нет, АБВК нет и, собственно, денег тоже нет. Мы, соответственно, эти деньги засчитать в счет оплаты не сможем. И людям, возможно, придется еще раз оплачивать те услуги, которые они уже один раз оплатили. Новые квитанции от муниципального предприятия «Водоканал» придут уже в этом месяце. И еще, как заверяют в мэрии, практически всех специалистов Сочи «Водоканала» примут на работу на новое предприятие. Конечно, если они сами этого захотят. Елена Авсицина, телекомпания «ФКТ». Ну и утро вторника – это крайний срок, когда в краны сочинцев вернется вода. Об этом сегодня рассказали на муниципальном предприятии и показали, как ведутся сегодня работы по восстановлению водоснабжения. В диспетчерской водоканала звонки сегодня раздаются гораздо реже, чем в предыдущие несколько дней. Дело в том, что список улиц, которые остаются без водоснабжения, за выходные значительно уменьшился. Ажиотаж спадает на звонки, потому что все больше и больше районов у нас с водоснабжением. Мы принимаем все жалобы, по всем жалобам мы будем выезжать, проверять индивидуально. Допустим, если где-то система завоздушена после отключения, будем сбрасывать воздух. Начальник диспетчерской на оперативном мониторе показывает, как обстоит дело с наполняемостью резервуаров на текущий момент отдельно по микрорайонам. Проблемы с водой по-прежнему остаются на Богушевке, Верхней Вишневой и частично на Макаренка. Водовозки, говорят, на предприятии продолжают курсировать по городу, развозя воду, но уже не работают, как в предыдущие дни, в круглосуточном режиме. На сегодняшний день мы только вызвали две водовозки, которые наши, которые осуществляют только по двум районам. Остальные районы уже запитанные и люди довольны с водой. Что касается проблемы с водозабором на реке Сочи, сегодня воду подают, как говорят на предприятии, с флангов, с Адлерского района и Головинки. Для этого ночью водоханал провел аварийные работы, сделав вот эту перемычку на насосной станции «Батарейка». Мы теперь сможем из Адлерского района передать воду в центр, где так не хватает этой воды. Для этого понадобилась одна ночь. За ночь сделали водовод 200, небольшой участок, который позволит нам с Адлерского района получить воду в центр. К слову, будет такая перемычка смонтирована раньше, говорят, на муниципальном предприятии таких глобальных проблем с поставкой воды можно было избежать. Ну а в целом водоснабжение планируют восстановить к концу сегодняшнего дня. Крайний срок – утро вторника. Подробную информацию о том, как устраняются неполадки, можно получить по телефону горячей линии МУК «Водоканал» номер 255 05 05. В Сочи прошла встреча общественности города, СМИ и представителей компании «Роснефть». Посвящена она была предстоящей геологоразведке шельфа Черного моря. Предполагается работа на одной скважине. Бурить ее будут между Туапсе и Новороссийском в 100 километрах от берега. И как пояснили представители «Роснефти», проект уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Хочу отметить, что речь пока не идет о добыче нефти в регионе. Мы ведем геологоразведочные работы. Есть здесь нефтяные месторождения или нет, мы пока определенно ответить не можем. Поэтому на этой стадии мы говорим лишь о тех исследованиях, которые мы проводили в течение многих лет. А это геофизические исследования, наблюдения за млекопитающими морскими, сопровождающими эти исследования, а также о проведении экологического мониторинга. В свою очередь общественники Сочи, которые присутствовали на встрече, попросили информировать население города о продвижении проекта и предложили провести еще ряд встреч с участием экспертов и ученых. Очень важно отметить сохранение биоразнообразия нашего уникального региона. Черное море, может быть и не такое огромное количество их теофауны, как допустим в Средиземном, но она уникальна и неповторима. И вообще сам город Сочи, это, как мы все жители знаем, это уникальная природная территория, которая является не только нашим достоянием, но и всемирным достоянием. Часть ее находится под охраной ЮНЕСКО. Кстати, уже 6 сентября в сочинском отделении Русского географического общества пройдет конференция, на которой обсудят тему возможной добычи нефти в Черном море. Сразу несколько серьезных ДТП произошло в Сочи в минувшие выходные. Аварии случились в разных частях города. Итог – сгоревшие и искореженные автомобили. Несколько человек в больнице, в том числе в тяжелом состоянии, есть и погибшие. Это Адлер, район пансионата Южный. В субботу утром на федеральной трассе загорелся автомобиль BMW X6. По свидетельству очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением, врезался в ограждение на тротуаре, после машина начала гореть. Как пишут в соцсетях, пострадало 6 человек. Двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются. А это дублер курортного проспекта. В воскресенье там загорелся УАЗ «Патриот». Водитель получил ожоги и попал в больницу. Автомобиль, судя по этой фотографии, восстановлению не подлежит. А это кадры с улицы Виноградная. Водитель чуть было не въехал в остановку общественного транспорта, перевернулся рядом с ней. К счастью, никто не пострадал. Как рассказывают очевидцы, у водителя случился приступ, что и стало вероятнее всего причиной аварии. А так, для автолюбителя закончилась поездка в Эстасадок. Все случилось ночью. Как пишут очевидцы, водитель авто не справился с управлением и машина перевернулась. К счастью, находившийся за рулем мужчина отделался лишь ушибами. Еще одна авария, к сожалению, со смертельным исходом. ДТП случилось на Мамайском перевале. Груженный арматурой большегруз не справился с управлением. Водитель погиб. Еще одно ДТП произошло на улице Гагарина. Водитель иномарки сбил девушку на мотоцикле. По словам очевидцев, водитель машины проехал 30 метров и наблюдал со стороны, однако даже не помог пострадавшей по его же вине. Впрочем, аварии случаются не только с участием автолюбителей. На этих кадрах, попавших в сеть на выходных, видно, велосипедист сбивает человека и даже не обернувшись покидает место происшествия. Одним словом, внимательным и аккуратным стоит быть не только на проезжей части. Новый учебный год. В Каске встретили на стройплощадке в поселке Совет Кваджи. Первый камень в основании фундамента будущего образовательного комплекса «Школа-детский сад» строителей заложили в конце мая. Как только закончился учебный год, и школьники ушли на каникулы. К старту рабочие основательно подготовились. Все необходимое было – техника, оборудование, стройматериалы и понимание особой важности тех задач, что поставлены заказчиком, администрацией Сочи перед генеральным подрядчиком. На данном этапе мы уже возвели основные три корпуса. Далее у нас идут фундаменты одного из основных корпусов самого здания школы, а также фундамент дошкольного учреждения на 60 мест. Уже четвертый месяц идут работы на строительстве социального объекта. Ежедневно здесь трудятся свыше 50 строителей. В первый день нового учебного года на стройку приехал глава города Анатолий Пахомов. Для мэра Сочи принципиально важно лично увидеть и оценить ход строительных работ. Особых претензий не прозвучало, однако глава города отметил – важно четко следовать рабочему графику. Я хочу сказать, что у нас идут только начальные работы, надо построить корпус. И, честно говоря, задача, которая стоит сегодня перед строителями, это освоить в этом году, то есть в 2017 году, 300 миллионов рублей. Это значит, что здесь к концу года должен был в полном объеме, в бетоне, с крышей и с дверями и окнами, без отделки внутренней, должен стоять корпус школы. Один, друг, пять корпусов даже. Четвертый, шестой – это детский сад. Надо сегодня иметь дорожную карту, которая четко распределит каждый день, какое количество работников нужно, какое количество бетона нужно, и будет особый контроль. Вместе с Анатолием Пахомовым объект проинспектировал и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. Директору школы Ольге Рудниченко, которая пришла сюда 20 лет назад, сразу после окончания института, строительство школы до сих пор кажется событием во многом сказочным. Школа не покрывала всех потребностей, которые нужна была детям нашего микрорайона. Было очень мало учебных кабинетов, отсутствовал спортивный зал. Но новая школа, она исполнит все наши мечты, новые возможности. Это самое яркое событие, которое жду не только я, а все жители поселка, дети, взрослые. Потому что школа – это самый главный социокультурный центр. На северной зоне нет ни одного досугового места, где дети могли бы проводить время, вечернее время, заниматься танцами, заниматься рисованием. Появится новая школа, конечно, она откроет возможности для каждого. Строители планы скорректируют, графики работы плотнят, резервы изыщут, чтобы 1 сентября будущего 2018 года в школе прозвенел первый звонок и расположившийся по соседству новый детский сад принял своих воспитанников. А пока строителям нужно постараться и успеть до сезона осенних дождей возвести коробки зданий и школы, и детского сада, а также завершить кровельные работы. Сейчас помимо школы в Совет Кваджи возводится дополнительный корпус школы номер 100 в Адлерском районе. 1 сентября приняла учеников новая школа в селе Верхняя Беранда. В следующем году начнется строительство еще шести школ и отдельных корпусов в разных районах города на Мамайке, Макаренко, Виноградной, Масесте и Дагомысе. Решается и проблема нехватки мест в детских садах. За последние годы в Сочи построены 19 отдельных детских садов и пристроек к существующим. Последний открылся в селе Черешня в начале августа. 20-й детский сад сейчас возводят в Лао. В перспективе строительство новых детсадов на улице Фабрициуса, в Кудепсте и в селе Раздольное. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи назвали лауреатов конкурса «Имя Кубани» в номинации «Боевое». Напомню, к 80-летию со дня основания Краснодарского края проводилась научно-исследовательская экспедиция. По ее итогам отмечают уроженцев региона, которые прославили свою малую родину и тех, кто сегодня служит примером для окружающих. Сертификат вручили дочери Героя Советского Союза Евгения Игнатова. Инна Гончаренко сейчас проживает на курорте. В годы войны ее отец вместе со своим братом Геннадием служил в партизанском отряде. Под Краснодаром они подорвали фашистский поезд и оба погибли. Именем братьев Игнатовых в краевой столице названа одна из улиц. Как отметил глава города Анатолий Пахомов, очень важно продолжать работу по увековечиванию памяти тех людей, которые в годы войны ковали победу и нередко ценой своей жизни. Это нужно в первую очередь подрастающему поколению сочинцев. Об этом подвиге Игнатовых написана книга «Братья погибли 10 октября 1942 года». Геннадий и Евгений минировали и железнодорожные пути неподалеку от родного Краснодара, но гитлеровский состав, вопреки ожиданиям, подошел раньше. Тогда Игнатовы противотанковыми гранатами подорвали фугас и сами погибли. Все это происходило на глазах их отца, который и командовал партизанским отрядом. Сейчас в квартире Игнатовых организован музей. В партизанском отряде сражались не только все мужчины, братья и отец, но и мама. Она была медиком. Но большая военная слава, пусть и посмертно, пришла именно к сыновьям. Младшему Геннадию, когда он героически погиб, было 16. Старшему Евгению – 26. Теперь их имена среди других героев и известных людей, уроженцев Краснодарского края, будут увековечены в книге в честь 80-летия Кубани. Напомню, юбилей региона будем отмечать 13 сентября. Около 4 километров дороги отремонтируют в Нижнейшиловском сельском округе в Сочи. Работы по асфальтированию большого участка дорожного полотна ведутся на улице Нагуляна. Тему продолжит Татьяна Говоркова. Дорожные работы по улице Нагуляна начались на прошлой неделе. Не больше месяца. Рабочим потребуется, чтобы заасфальтировать дорогу протяженностью 3 километра 740 метров. На данный момент уже большая часть отремонтирована. Дорога будет общей площадью приблизительно 19 тысяч квадратных метров. Работа завершается приблизительно дней через 5-6 по графику. Ремонт дороги для жителей Нижнейшиловского сельского округа – большой подарок. Ведь ранее добираться до домов и участков по улице Нагуляна было крайне сложно, рассказывает Сурен Косян. Но сейчас появилась другая забота. Не успели дорогу выровнять, как местные лихачи приспособились к ночным заездам. Мы давно ждали дорогу, как сделают. Будем очень довольны, вздохнем, что будет у нас нормальная дорога. Только одна просьба администрации, на первую очередь, чтобы были у нас полицейские. Хотя бы большие полицейские, чтобы не летали. А то тут ночью стоишь, а здесь ночью живу, летают просто. 100 километров здесь, 120 километров, куда летают. Установить лежачих полицейских несложно. Для этого жителям нужно собрать подписи и направить заявление в местную администрацию. Затем на улицу приедет комиссия по безопасности дорожного движения. Она и направит запрос дорожникам для установки элемента принудительного снижения скорости. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочи готовится к международному фестивалю «Новая волна». Конкурс молодых исполнителей стартует на курорте 8 сентября на площадке в Олимпийском парке. Монтаж главной сцены и установка зрительских мест на стадии завершения. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории. Площадка находится у стадиона Фишт и ранее не эксплуатировалась. Не было лужаек и зеленых насаждений. Сегодня территория заметно преобразилась. У входной группы используется современный метод озеленения территорий. Живой газон в рулонах прост в применении и практичен. Кроме этого, адлерской администрации закуплено около 200 деревьев. Это бути, головчатые пальмы, олеандры, много оливов душистых и сосны. Средиземноморские с большой кроной. Те, которые украсят это место и будут выглядеть достойно, как и подобает городу Сочи при проведении таких мероприятий. Эти растения фирмой-подрядчиком были приобретены в Италии. Регион Тоскана расположен на той же широте, что и Сочи. Поэтому зеленые насаждения приспособлены к изменчивому климату, жаркому лету и дождливой зиме. Помимо деревьев, озеленители высаживают цветы и регулярно ведут полив травы. Ну и к слову, новая волна определила, кто и когда будет выступать. В Сочи прошла жеребьевка трех конкурсных дней Международного фестиваля молодых исполнителей. Порядок выступления в первый день определили в школе Эмеретинской долины. Во второй день на выставке работ известных художников. А вот третий день упорядочили черноморские дельфины. Перед дельфинарием в парке Ривьера в этот день собрались не только конкурсанты, но и черно-белые школьники. После ярких летних нарядов строгую форму одели впервые. Но повеселиться, как на каникулах, еще хочется. Поэтому парк подготовил для них активную праздничную программу. Пока рядом с дельфинарием все учились зажигательно двигаться, внутри, наоборот, старались унять беспокойство. Жеребьевка – процедура для конкурсантов волнительная. К этому моменту уже был определен порядок выступления на двух конкурсных днях. Третий традиционно доверили дельфинам. Непередаваемые эмоции, которые испытывает конкурсант, получив от дельфина напрямую этот номер, под которым он будет выступать. Поэтому это, конечно, фантастическая история. Мы ее никогда не бросаем. Мы все время придумаем новые, а вот эту используем всегда. Суть жеребьевки проста. На сцену вызывают участника. Дельфины сами выбирают для него мяч с порядковым номером и передают прямо в руки. Пока конкурсанты делились впечатлениями, для них устроили акробатическое шоу с танцами. По итогам жеребьевки во второй и третий день программу откроют российские исполнители. Нашу страну в этом году представляют певцы Саша Санта, Василий Урьевский, Стас Мори, Люся Чеботина и Нана Хаттл. Каждый готовится произвести неизгладимое впечатление на зрителей и продюсеров. У нас три композиции. Раскрою тайну, наверное, только о композиции третьего дня. Это моя авторская песня. Она называется «По кругу», но, естественно, она о самом главном, о любви. В этом году концертный зал «Новой волны» переехал в Олимпийский парк. Но в центре Сочи участники оставят о себе напоминание. Юбилейный барельеф у Морпорта и бесплатную дискотеку 12 сентября на Южном Малу. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Жительница Сочи завоевала гламурный титул на «Миссис Вселенная-2017». Об этом сообщает «Комсомольская правда». В выходные в ЮАР состоялся финал конкурса красоты «Миссис Вселенная». За звание «Самая-самая» боролись женщины из 80 стран. Россию в Африке представили несколько участниц. В их числе была сочинка, мама двоих детей Анна Мороз. Здесь, в родном городе, Анна в свое время завоевала титул королева Сочи. Затем отправилась покорять Москву. Завоеванный в столице престижный титул «Первая миссис России» дал ей возможность представлять нашу страну на мировом уровне. Там Анна Мороз получила звание «Миссис Гламур» и вошла в топ-25 самых красивых замужних женщин планеты. В Сочи в выставочном центре на Ниссебрской открылась выставка «Православие и мир». Она приурочена к большому православному празднику светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы. Проводится выставка в третий раз и собирает десятки представителей монастырей, храмов, подворий и православных организаций со всей России. Постоянные участники выставки приезжают в Сочи, чтобы предложить горожанам монастырскую продукцию, а также принять молитвенные прошения, которые будут переданы в отдаленные обители. Специально для выставки «Православие и мир» в Сочи доставили одну из самых почитаемых в православном мире святынь – ковчег со святыми мощами великомученика и целителя Пантелеймона Иванифатия Римского. Поклониться мощам святых угодников божих приезжают сотни паломников из разных регионов России. Отдельная часть экспозиции выделена под продовольственные товары монастырских и приходских хозяйств, а также частных фермерских угодий. До 7 сентября здесь будут выступать священнослужители, пройдут презентации книг и картин православной тематики, будет звучать духовная и русская народная музыка в исполнении духовных и светских коллективов. Православная выставка работает с 11 до 19 часов в выставочном центре «Сочи-экспо» на Несебрской. На выставке-ярмарке «Православие и мир» огромным спросом пользуется продукция компании «Рыбак Камчатки». Сочинцам предлагают более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов, в том числе настоящую красную икру. Вновь целая кладовая полезных элементов доставлена в наш город компанией «Рыбак Камчатки». Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт «Царица Лососевых» – редкая деликатесная чавыча. Селедка селедки розень получилась, что она такая крупная, жирная, вкусная, как в детстве. Я люблю кижуч копченый, ну и малосоленый тоже, а папа просил корюшку. В Сочинцам давно полюбились дальневосточные деликатесы. Свежие, вкусные, полезные, впечатляет разнообразие. Качество достигается благодаря особой технологии приготовления. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3, витамины Е, Д, А. Купить деликатесы можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на выставке-ярмарке «Православие и мир» до 7 сентября в выставочном центре на Несебрской 1Б. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.